В Киеве продолжают греметь взрывы и прочее-прочее. Кличко заявил, что нанесены удары по Киеву. Также пропал свет в Полтаве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и прочее. Видео сейчас выложили в интернете, как над Молдавией летит самолет и по правому борту видит разрывы и столбы дыма на территории Украины. Впечатляющее зрелище, просто как про ядерную войну, какой-то Терминатор-2, честное слово. Дмитрий Медведев заявил, да, вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества, ну и стал умного из себя корчить юриста, рассказывать, что же считать законными военными целями сегодня. В рамках названных правил войны это любые войска противника, там законный комбатант и незаконный комбатант, любая военно-вспомогательная техника противника и так далее. Все это мы прекрасно знаем, Медведев. Ну к чему ты все это говоришь? Представляете, вот чувак пьет и забыл к вопросу о законных военных целях. А войны-то нет. Есть специальная военная операция. Вы же сами ее назвали. Путин, Медведев и прочая сволочь. О каких комбатантах-то вы тогда говорите? Кто такой комбатант? В самом названии уже есть ответ. Участник боевых действий. Комбатант. Комбат. Комбат. То есть баталия. Просто какой-то дегенерат. Он забыл, что у них нет войны. У них специальная военная операция. Говорит про войну. Никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». И не может это делать еще десятилетия. Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Бля, какой смешной этот Каракаев. Он все знает о противоракетных системах в Соединенных Штатах. Он знает, чем там занимаются беспилотники в космосе Соединенных Штатов, которые по 900 дней там проводят. Он все знает про это? Блядь, ну просто вообще. Смешные ребята. «Сармат». Мы видели этот «Сармат». Ладно, не будем. Я думаю, что «Сармат» — это такой же танк с табуреткой. Ну, и Зеленский заявил, и я могу ему поаплодировать. Ну, конечно, сейчас на него будет давление. Ты что, ты хочешь ядерной войны? Да ты охерел. Мы тебе не дадим больше оружия. Да мы тебя там в порошок сотрем и прочее, прочее. Я думаю, что западные коллеги ему что-то нечто подобное говорят. Может быть, в более такой мягкой форме. Но я думаю, что думают они именно то, что сказал я. «Возврат территорий до границ 24 февраля 2022 года, возврат не будет финалом войны». Не будет финалом войны, заявил Зеленский. Это правда. Причем ни с той, ни с другой стороны финала войны не будет, если вернуться до границ 24 февраля. А до 24 февраля, что войны не было, была война. Так при чем здесь 24 февраля? Единственное, как можно, вернее так, двумя способами можно решить эту проблему, которую создал Путин. Победить и сдаться. Все, третьего не дано. Победить можно очень легко. Убить Путина. Одним махом, блядь. Раз и нет. Великанов. И все. И ни войны, ни ядерной угрозы. Ничего нет. Все готовы гладиться, договариваться. Только договариваться никто не будет. Сразу всех подстражут. И в Зинданг. Всю эту сволочь. Мгновенно, как только Вова ляжет, все. Начнется такой сыр-бор, что они уже не выскользнут. Никто. Ни Шойги, ни Володина. Никто не убежит. Давайте откроем сборную Рактар на самый хороший вариант его. А ничего не получится. Сбор-то мы можем открыть и даже купить. Только нам его не дадут. Мы можем его передать государству какому-нибудь. В этом, блядь, я говорю, магия государства. То есть, если какой-то Вануату, блядь, закажет бы Рактар, дадут. А мы с вами закажем, не дадут. То есть, государство должно быть за нами. Почему я и говорил, что мне для того, чтобы победить Путина, нужно государство, пусть самое маленькое, пусть формальное. Вот вы как раз самую болезненную тему и затронули. Дядя Слава, как думаешь, архивы еще остались или все сожгли уже? Никто, никакие архивы сжигать из них не будет. Во-первых, это всегда возможность для торга. Да вы что, сжечь архивы, блядь, на президентов европейских, да премьер-министров, да вы что? Прикалывайте, что они будут до последнего держать. И когда будем власть брать, они будут в зубах держать, хвостом вилять и говорить, вы нас не убивайте, на кол не сажайте. Мы вам сейчас такое покажем. Вы охереете. И я могу сказать тем, кто нам такое покажет, что мы охереем, что им гарантируют жизнь уже заранее. Так что это их билет в будущее. Они это никогда не уничтожат. Даже если они сделают вид, что они это уничтожили, они это не уничтожат. Это вещи, которые, как Волод говорил, рукописи не горят. Все, если это где-то появилось, это навсегда. Да. Продолжение следует...